Всем привет, с вами Маша, и сегодня мы посмотрим на новую версию Сигелей Фучай 213, а именно на Фучай мини. В свое время мне и моим коллегам очень понравился Сигелей Фучай 213, но также мы не оставили без внимания его версию под знаком плюс. И если вы не смотрели этот обзор, то проходите по аннотации, и там вы узнаете в чем главное отличие этих версий. Поэтому сегодня я расскажу о Сигелей 213 мини, его отличиях от большой версии, изменения их в плате, конструктиве и цветовой гамме. И для начала посмотрим на комплектацию, тут есть инструкция, гарантийная карточка, USB кабель в коробочке, ну и сам бокс мод с силиконовым чехольчиком. Как можно заметить, изменения комплектации не коснулись, и ее состав остался прежним, однако изменения коснулись размеров, и мод стал еще более компактным. Габариты бокс-мода 28,5 мм на 37 мм на 79 мм, а вес с аккумулятором всего 130 грамм. Но несмотря на уменьшение, мод все так же удобно лежит в руке, особенно в моей. Сверху на моде все тот же металлический коннектор, однако его диаметр стал немного уже. И скажу честно, мне это не особо понравилось, ведь широкая металлическая плоскость защищала его от царапин и потертостей, которые появлялись от частого накручивания атомайзеров. Однако пин остался все таким же подпружиненным, а благодаря плоской верхней части можно накручивать даже очень широкие атомайзеры, диаметром до 25 мм. Снизу крышка кабриолет такая же, как в устройствах предыдущих версий, однако за ней скрывается отсек на один аккумулятор формата 18650, который останавливается плюсом вниз. Крышка удобно открывается и закрывается, не люфтит и при переносе в кармане самопроизвольно не открывается. Также на ней есть прорезь для вентиляции аккумулятора. Сбоку порт microUSB, через который можно без проблем заряжать буксмод или обновлять прошивку. Да-да, в этой версии компания продумала все и теперь прошивку устройства можно обновлять. Осталось только дождаться обновлений. Над портом располагается кнопка Fire, которая включает или блокирует все кнопки на устройстве при пятикратном нажатии. Кнопка очень удобная, но как по мне очень громкая. Также на лицевой части мы можем увидеть в меру большой и очень яркий LED-экранчик. Он не цветной, как в версии плюс, но такой же информативный. А над экранчиком все так же кнопки плюс и минус. Анализируя все вышесказанное, подвожу итог, что внешний вид и дизайн устройства остались точно такими же. Но по моему мнению, это скорее большой плюс, так как мод по внешнему виду и так идеален. И единственное, что изменилось, это размер устройства и диаметр верхнего коннектора. Ну и один аккумулятор. Теперь поговорим о функционале. На данный момент максимальная мощность устройства составляет 80 Вт. Показатель, конечно, более скромный, чем в предыдущих версиях, однако большинству пользователей и этого достаточно. И мне обычно 80 Вт хватает за глаза, так как я не особо люблю горячий и очень густой пар. Атомайзер поддерживает сопротивление от 0,1 Ом до 3 Ом, а в режиме термоконтроля до 1,5 Ом. Также помимо обычного варивата возможен режим термоконтроля. На никеле, титане и 304, 316 и 317 нержавеющей стали. А выбрать его можно 4 раза, нажав кнопку Fire, после чего кнопками плюс и минус выбрать в меню нужный режим. TCR, как и режим от FR, в данном моде нет. Также нет функции блокировки кнопок плюс и минус, которая в предыдущих версиях включалась с зажатием кнопки Fire и минус. Если зажать Fire и плюс, мы перейдем в режим преднагрева спирали, где можно настроить мощность и секунды. Подводя итоги, могу сказать, что огромный плюс – это возможность обновления прошивки. Осталось дождаться новых ее версий и экспериментировать. А к минусам я бы отнесла. Невозможность блокировки кнопки плюс и минус и отсутствие режима TCR. Но, по-моему, это не критично, так как немногие, а точнее не только лишь все, этими функциями пользуются. Также огромные плюсы – это компактность, легкость и неизменно приятный дизайн. Мод удобно ложится в руку и в кармане или сумке не занимает много места. При этом можно накручивать даже 25-миллиметровые атомайзеры, что, несомненно, хорошо. Я считаю, что эта версия устройства является достойным продолжателем линейки Fuchai 213. Так что, если вы заинтересованы в покупке функционального, надежного и компактного бокс-мода, а мощности 80 ватт вам, как и мне, хватает, то, несомненно, берите именно этот мод. Ссылку на него я оставлю в описании, а также вы можете лично посмотреть на него в наших розничных магазинах. О его наличии можно узнать на странице товара на сайте в специальном разделе. Ну, а если видео вам понравилось, то, как всегда, ставьте лайк. Ну, а если вы еще не подписались, то подписывайтесь. Ну, а с вами была Маша, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok